Потому что неправильные вопросы бывают. К примеру, человек спрашивает другого, можешь ли ты нарисовать четырехугольный круг? Но как этот круг может быть четырехугольным? Четырехугольный круг невозможно нарисовать. Это глупый вопрос. И таким же глупым вопросом является, когда человек говорит, может ли Аллах совершить такие-то абсурдные вещи. То есть абсурдная вещь – это вещь, которая не может существовать. И мы говорим, что мощь, сила Аллаха не распространяется на абсурдность. На абсурдную вещь не распространяется сила Аллаха. И также вот этот пример, который везде задается, может ли Бог создать камень, который сам не может поднять. Это абсурдный вопрос же. Как это? Если человек скажет, может, Бог Своимогущий, значит, он может создать камень, который он не сможет поднять. Получается, это Бог не Бог. Потому что раз он может создать что-то, что поднять, он бессилен. То есть он бессильный, он немощный, значит, он не Бог. Бог должен быть, у него должно быть всемогущество. Если есть что-то, от чего он бессильный, значит, он не Бог. И вот эти вопросы, мы говорим, это абсурдные, глупые вопросы. Если захочет, может ли Аллах сесть на камарах в миру? Но это абсурд. Если Аллах сядет на камара, значит, он не Бог. Потому что он, получается, творение, это материя, телесная вещь. Он уже Богом перестает быть. Если Бог может что угодно делать, этим не Бог. Потому что если мы допустим, что каждый раз, когда нам человек говорит, если Аллах захочет, Аллах же может такое сделать. Ну тогда нам могут сказать люди, которые исповедуют другую религию, если Аллах захотел, почему он не может сцелиться в Ису, алейхиссалям? Он захотел и вселился. Но это же глупость. Глупость, как это Бог вселился в человека, в человека его творения. Если мы допустим, что что-то абсурдное Аллах может совершить, то из этого вытекает ряд противоречий, которых мы сами не приемлем. То же самое, что есть, что некоторые говорят, что Аллах вселился, да, Бог вселился в пророка, или же, что Бог вселяется в их имама. Там есть группы, да, секты, которые говорили, что Бог вселяется в их имама. Поэтому мы говорим, нет, то, что Аллах является всемогущим, означает, что его мощь распространяется только на возможные вещи, с точки зрения разума, на абсурд. Всемогущество Аллаха не распространяется.